Ежедневно десятки тысяч жителей пригородов столицы отправляются на работу в Киев. Жить за городом для них удобно и комфортно. Нет суеты, шума и загазованности мегаполиса. Вокруг чистый свежий воздух, а расстояние до ближайшего метро, возможно, даже меньше, чем от некоторых киевских спальных массивов. Газета сегодня провела свой эксперимент. Какое из таких пригородов лучше всего подходит для комфортной жизни? Больше всего преимуществ мы обнаружили в Ирпене, и сейчас расскажем о главных. Чуть ли не главным преимуществом Ирпеня является удобная транспортная связка между городом и столицей. До спутника Киева можно добраться сразу по трем путям. Через Житомирскую и Варшавскую трассу, а также через новую отдельную автодорогу, которая соединила пригород со спальным массивом Академгородок и одноименной станцией метро. Дорогу построили совсем недавно, но ирпенчане уже ощутили все преимущества. В отличие от двух трасс республиканского значения, регулярно стоящих в пробках из-за тяжелого грузового транспорта, по новой ирпенской дороге ездят преимущественно только легковые автомобили и маршрутки. В результате путь от Ирпеня до ближайшего метро сокращается до 20-25 минут. В пределах столицы вполне приемлемый результат. Сейчас стало краще, набагато. Так как пустили много маршруток до Киева, ну, где местечко, очень удобно. Второй бонус – это сотни гектаров заповедного леса вокруг города. Еще сто лет назад, когда ирпень только начинал строиться, город задумывали как курорт республиканского, а затем и всесоюзного значения. На сегодняшний день Ирпень остается самым зеленым городом-спутником в ближайшем пригороде столицы. С одной стороны, он окружен бельчанским лесом, который выходит на поселок Кацюбинское, а с другой – лесом вокруг поселка Стоянка. Я бы Ирпень не променяла на Киев через то, что тут все-таки больше поветра свежего и вода набагато краще. Так что, я думаю, что столица может нам позаздрить, потому что там и транспорта богато, и шума богато, и бруда богато. Кроме того, здесь же протекают реки Бучанка и Ирпень. Их живописные поймы наравне с парками и скверами города – лучшее место для прогулок для семей с детьми. В отличие от соседних городков, построенных прямо посреди поля, да еще в опасной близости от аэропорта Жуляны, в Ирпене шумных соседей нет, а от пыли республиканских трасс надежно защищают гектары леса. Одним из немаловажных преимуществ этого городка в западном пригороде столицы является доступное и качественное жилье в экологически чистом районе, но при этом с развитой городской инфраструктурой. Имея на руках 60-70 тысяч долларов, в Киеве можно купить разве что небольшую одну-двухкомнатную квартиру. В Ирпене это будет как минимум тройка на 80-90 квадратов. Существенное прибавление и хороший стимул для молодой семьи. Даже если она захочет купить такую же небольшую квартиру, как в столице, сэкономленные деньги можно будет смело потратить на ремонт и покупку мебели. В отличие от столицы, где большинство земельных участков уже плотно застроены жильем, а о социальных объектах думают лишь в последнюю очередь, в Ирпене застройщики подошли к решению этого вопроса комплексно. Вместо бездумного возведения небольших зданий без инфраструктуры, они создают ареал для комфортного проживания будущих поколений. Например, на юго-востоке города компания Build Group Management возводит целый микрорайон, где уже почти готов детский сад, а в скором времени появится поликлиника, школа, будет свой ЖЭК, торгово-развлекательный центр и большой паркинг, как для жителей, так и для гостей массива. В сердце микрорайона Благодатный, который расположится в пределах улиц Карла Маркса, Пушкинской, Суворова, Чехова, Украинской и Матросова, разместят свой собственный парк. Наверняка такие проекты должны стать пилотными не только для Ирпеня, но и для всех малых и больших городов страны. Ведь чем уютнее чувствует себя дома каждый из нас, тем лучше он себя чувствует, трудится, отдыхает, получает удовольствие от жизни.